Продолжение следует... ...позданных своими руками рушниках, украшениях, картин, подушек, цветов и многого другого. Некоторым экспонатам выставки около ста лет. Это бесценное наследие, доставшееся мастерицам от их прабабушек. Это традиционный праздник, который мы проводим ежегодно. Вышиванка моя вышиванка. Сегодня она звучит на украинском мове, на рушниковом крыле. В этом мероприятии, это районного масштаба мероприятие, но в этот раз мы пригласили даже участвовать в город. У нас есть выставки работы городских жителей. Это, мне кажется, самое красивое мероприятие, которое может быть. То, которое идет от души человека. Вот здесь каждую работу, вот вы видели, сколько работ там у нас выставлено, это вложены души людей, исполнительниц этих прекраснейших, замечательных. Я просто всегда восхищаюсь этими людьми, талантливейшими. У нас на них зарегистрированы в районе более ста человек. Это те, с которыми мы работаем. В каждом селе есть уникальные люди, которые, видите, по вышивке, бисером, крестиком, гладью. Ну, уникальные работы. Я всегда горжусь. И почему такая красота? Потому что переплютается культура украинцев, болгар, молдаван, русских. Поэтому вот мы имеем такое богатство. Музыкальную часть фестиваля открыл кирничанский народный ансамбль, возраждание блистательно исполнивший украинскую народную композицию. Не менее яркими были выступления других вокальных коллективов района. Меланколия из Утконосовки, какие наши годы из поселка Суворова, любые стоки села Кислица. Покорили зрителей выступления прекрасных дуэтов и сольных исполнителей из Моевщины. Фестиваль получился незабываемым. Вокальные коллективы района еще раз доказали, что на Измейщине проживают самые талантливые люди. Лилия Рейлян, веб-студия Курьер. Субтитры создавал DimaTorzok